Вопросы эпидемиологической обстановки в регионе обсудили на краевом планёрном совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. В его работе принял участие и глава района Александр Семеряков. Вениамин Кондратьев отметил, что ситуация с коронавирусом в крае стабильная. Последние две недели число заболевших не превышает 93 человек в сутки. Растёт число выздоровевших. Эпидемиологическая обстановка в крае стабильная. Она нам позволяет сегодня максимально говорить о том, что нет никаких предпосылок к возвращению к карантину. А самое главное, даже не приходится сегодня говорить о дополнительных каких-либо ограничительных мероприятиях, либо возвращению к каким-либо жёстким ограничительным мероприятиям в работе различных отраслей экономики и сфер жизни в нашем крае. В крае развернуто более 4 тысяч коек в 21 инфекционном госпитале. В случае необходимости коечный фонд можно увеличить до 6 тысяч. В целом медучреждения оснащены всем необходимым. Мы сможем всем, кто не заразился, максимально лечить. Врачи уже стали увереннее. И в целом медицина уже понимает, что нужно делать отдельно. И у нас достаточно аппаратов, и в целом, всего, что необходимо для того, чтобы оказать помощь людям, которые заболели коронавирусом. На совещании рассмотрели вопрос организации учебного процесса. Вениамин Кадратьев отметил, что из-за того, что при входе в образовательные учреждения всем детям измеряют температуру, образуются очереди. Безусловно, непросто сегодня непросто привыкнуть к требованиям, которые привил Роспотребнадзор образовательным учреждениям. Но сегодня по-другому никак. И здесь должны понимать и родители, в первую очередь, что температура должна замеряться у всех, кто приходит в учебное заведение. Ещё раз, пожалуйста, здесь должны подумать, может быть, увеличить количество людей, которые меряют температуру. Но температуру мерить нужно обязательно. Также участники совещания обсудили вакцинацию против гриппа. Из-за ситуации с коронавирусом её начали на месяц раньше. Глава региона поставил задачу организовать эту работу на должном уровне. После селекторного совещания Александр Семеряков поручил своим заместителям продолжить работу по профилактике недопущения распространения COVID-19. Не снимаем контроля за работой общественного транспорта, такси, предприятий общественного питания, розничной торговли, санаторно-курортного комплекса, гостиничных всех наших услуг. Люди, кто-то и приезжает, и уезжает. Те требования, которые прописаны Роспотребнадзором, нам необходимо с вами соблюдать, в том числе и контролировать, и при необходимости, если люди постоянно нарушают или объект торговли, выписывать административные протоколы совместно с отделом внутренних дел.